Каким общественным транспортом воспользоваться, чтобы добраться до пункта назначения в целом и невредимым? Об организации пассажироперевозок в регионе поговорили на заседании правительства. Обывателю необходимо понимать, что межмуниципальные и межсубъектные перевозчики делятся на регулярных и заказных. Регулярные отвечают всем необходимым требованиям. По статистике и в аварии они попадают не так уж и часто. Чего не скажешь о заказных. Под такими табличками могут маскироваться нелегальные перевозчики без договоров. По сути, за безопасность пассажиров в таком транспорте никто не отвечает. А если это нерегулярная перевозка, а непонятно какая, то когда садятся в автобус, они должны понимать, что ответственности за их жизнь никто на самом деле не несет. Вот это самое главное. Потому что в конечном случае, когда случается трагическое происшествие, то претензии предъявляются к власти. Значит, мы власть должны сказать. Уважаемый Иван Петрович, садясь в этот автобус, ты все ответственность за собственную жизнь на себя принимаешь. Кстати, именно заказным оказался тот злосчастный автобус «Геленджик-Иваново», который попал в аварию в Ростовской области 5 июля. В ДТП тогда погибли двое жителей – Анапы и девочка из Иваново. Нареканий к этому маршруту сейчас меньше не стало. Зачастую вполне регулярные перевозки осознанно переводят в разряд заказных. Для этого с перевозчиками заключается договор фрактования, формально переводящий регулярные пассажирские перевозки по маршруту Иваново-Геленджик в разряд заказных, для осуществления которых не требуется наличие у перевозчика паспорта маршрута. Вместе с тем, у производимых на вышеуказанном маршруте заказных перевозок присутствуют все признаки регулярности. Пока такие метаморфозы законодательно пресечь нельзя. Без инициативность властей госструктур все чаще стоят человеческой жизни. ФСБ предлагает начать зачистку с Ивановского автовокзала. Ввиду несоблюдения на автовокзале Иваново документально закрепленных требований к пакету документов, предъявляемому перевозчикам при заключении договора, для работы в межсубъектном сообщении, должностных обязанностей у лиц, ответственных за заключение договоров и принятие решений о допуске перевозчика к работе, рассмотреть вопрос о введении регионального нормативного акта о пассажирских перевозках в межсубъектном сообщении, законодательно закрепляющего перечень необходимых документов, процедуру их рассмотрения, а также ответственность руководителей, в том числе коммерческих структур, за нарушение транспортного законодательства в данной сфере. Региональные чиновники планируют начать работу с создания очередной межведомственной комиссии. Там и решат, какие аспекты в законе пассажироперевозках требуют корректировки. В состав которой включить представителей Комитета Ивановской области по транспорту, Комитета по транспорту и связи администрации города Иваново, а также федеральных органов исполнительной власти по Ивановской области, прокуратуру, УФСБ, УМВД и УГАДНО. Среди выступающих от перевозчиков был лишь один представитель. Однако вопросы безопасности ее волновали мало. Взяв слово, Марина Синякина решила попросить помощи у властей. Мы хотим обратиться к вам с помощью, с просьбой о помощи, о том, чтобы нам подняли тариф. Мы уже подготовили расчет, предоставим в РСТ в ближайшее время наши данные и, соответственно, внести изменения в законодательство. Заявление о повышении тарифов немного шокировало присутствующих. Потому как напоминать о неуемных аппетитах и нелегалов, и легалов в контексте данного заседания было крайне неуместно. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.